Хари Кришна, Хари Кришна, Хари Рама, Хари Рама, 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 Раи, Раи. Мы продолжаем обсуждение того, что такое священные предметы. Мы закончили на том, что мешок с чётками не должен касаться пола, когда мы приносим поклоны. Так, идём дальше. Идём дальше. Что у нас дальше? Его лучше, видите, туда же написано прямо. Вот это к тому вопросу, который был задан. Его лучше отложить в сторону, когда вы собираетесь кваниться. Так, десятый пункт. Очень бережно обращайтесь с параферналиями божеств, такими, как их одежда, украшения, посуды и так далее. Например, одежда и полотенца должны быть аккуратно сложены, посуда стоять на лежащем месте и так далее. То есть, если, допустим, вы дома пищу Господу предлагаете, а вы наверняка это делаете, пусть даже картинкам, то это означает, что эти тарелки, в которых вы предлагаете, отдельные тарелки для вашего алтаря, должны иметь какое-то место, где они будут лежать. Но они не должны смешиваться с обычной посудой тоже. Вот такие дела. Сам алтарь, чистота алтаря, протирать его и так далее, мыть эту посуду. И да, вот такая история. Идем дальше. Что у нас дальше? Если человек прикоснулся рукой к полу или к чему-либо нечистому, то прежде чем касаться принадлежности божеств, ну и других священных предметов тоже, он должен вымыть руки. Кришна неотличен от своих параферналий, поэтому плохо обращаться с параферналиями Кришна, значит плохо обращаться с Кришной. То есть, под параферналиями, сейчас, одну секунду, пока микрофон возьмите, сразу готовьтесь к этому. Вот, параферналии это те предметы, которые используются при поклонении, вот эти вот светильник, там чимары и так далее, и так далее. В первую очередь мы это слово параферналии используем для обозначения этих предметов. Но, в принципе, ко всем священным предметам это тоже относится. Кришна связан с этим, то есть, вот, Мриданга, Каратана, например, это духовные инструменты. Священные книги, это сам Кришна, неотличен, это его послание, Бхагавад-гита, например, неотличен от Кришны. Давайте, ваш вопрос. У меня вопрос практически. Поближе микрофон, пожалуйста. Вопрос практически. Я занимаюсь чисткой параферналией. Очень хорошо. Вот. И я ставлю, ну, вот, клеенка такая, ну, вот так же. Ближе микрофон, ближе. Клеенка такая же, вот, как здесь, вот, в цветошнице. И я расставляю все это на полу. Это как считается? Через клеенку-то нормально, для того вы ее кладете. Вторая сторона. Ведь я, собственно, прилагаю усилия, вот, вы говорите, бережно относиться. А я практически исчищаюсь с них в какой-то слой. Это, может, тоже парафер? Нет. Ну, это ж металлические. Они ж металлические. Они это выдержат. Нормально. Нормально. Можете не волноваться. Опять это, то есть, грех это или нет, да? Вот об этом вопрос. Да, 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 да. Вот. Еще партук есть. Вы же на партук это гладите. И потом, да, нам надо, кстати, этого нет в программе, но нам нужно все-таки обозначить различия между понятием греха и аппаратка. Это разные вещи. Это разные вещи. Аппаратка это действие, которое, ну, как бы, идет вопреки, да, нашей связи с божественной энергией, с Кришной. То есть, аппаратку можно совершить, человек может совершить аппаратку в случае, если он на духовном пути. То есть, допустим, он повторяет святое имя, и чем, ну, то есть, с него спрос, с него спрос, тот кто, ну, и чем больше человек прошел по этому пути, тем больше спрос. Апаратка означает пренебрежение святым именем, пренебрежение Кришиной. То есть, это связано с отношениями, которые мы стараемся восстановить, свои отношения с Кришной мы пытаемся восстановить. Когда речь идёт о том человеке, который не находится на духовном пути, то с его стороны аппаратхи как таковой быть не может, а может быть грех. Грех — это означает, что чем отличается грех от аппаратхи? Грех означает, за него берётся закон кармы, за этого человека. То есть он согрешил, убил кого-нибудь или обворовал, ещё что-то. Ему положено по судьбе определённые последствия. В то время как аппаратха — это то, что радга, то есть внутренняя энергия Господа, Господь и так далее, они уже принимают на свой счёт. То есть здесь уже не про закон кармы, а тут про сферу отношений наших с Кришной и со Шримати Радарани. Ну и, соответственно, если мы совсем начинающие, то они не так уж прямо строги к нам. А если мы... ну то есть чем больше человеку дано, тем больше с него и спросится. Поэтому когда... ну чем выше уровень, тем, конечно, плотнее и качественнее эти отношения, и тем осторожнее человек должен быть в соблюдении вот этих вот различных правил и наставлений. Вот. Но они опять же не искусственные какие-то. Это же связано с нашей природой, с восстановлением, с нашим возвращением к нашей истинной природе. Мы об этом, ну, начали говорить, когда начинали весь этот разговор. Поэтому те, кто, так сказать, продвинулись там высоко, им это, естественно, становится для следования. Следовать. Вот. А так. Ну вот. А если аппаратка, если все в аппаратках, как это... какой результат будет? Если мы пренебрегаем этим, то истинная Бакти не проявится в наших сердцах только и всего. То есть это сфера незакона, не столько закона кармы, сколько сфера наших отношений с Шри Шри Рада Кришной или там с Шри Шри Нитачан Регаура Сундерой и так далее. И в зависимости от этого мы делаем какие-то шаги навстречу им, они делают навстречу нам. Если у нас вместо шагов, ну, то, что мы называем сева аппаратками, нам аппаратками и так далее, то тогда с их стороны тоже приближения не будет и даже может происходить отдаление, отдаление от нас. Можно вопрос. Да, конечно, можно вопрос. Скажите, а использование пластикового алтаре это аппаратка или грех? Чего-чего? Использование пластикового алтаре это аппаратка или грех? Смотри, использование где? Где использование? Вот. например, в божествам я у себя камушки там пластиковые положила. Зачем? Потому что красиво. А куда вы положили их, эти камушки? Перед божествами, например, кладем вот камушки пластиковые. Да я думаю, это безобидно все. То есть это и не аппаратка, и не грех. Ну а чего тут вы нашли греховного? Вроде как в GBC запрещается. О, GBC запретил. А он запретил в чем его использовать? В каких случаях? Через пластик везде. И в украшениях тоже. Ах. Пластиковые. Вы знаете, есть пара писем, где Шрила Прабхупада пишет своим ученикам насчет изготовления украшений для божеств, по поводу каких-то полимеров, что типа вроде как мы можем. То есть там есть случаи, когда он это допускал. Надо посмотреть, что за решение GBC, про которое вы говорите, тогда будет понятнее, как ответить на ваш вопрос. Но я не думаю, что то, что вот вы просто положили дома у себя какие-то пластмассовые украшения перед алтарем. У вас изображение божества или божества? Ну, божества. Говор не тай. Жигана. О, как здорово. Ну, хорошие божества. Да я думаю, они чего? Они улыбаются, они добрые. Чего им на вас злиться-то за это? Я думаю, ну, как бы, вряд ли что-то... Ну, как бы, задеть Бога-то, как-то задеть Его чувства, это еще надо постараться. То есть, опять же, кстати, вот, что касается слова аппаратха, да? Слово аппаратха и слово оскорбление, они не идентичны, эти термины. Потому что слово аппаратха указывает на то, что это влияет в негативную сторону в плане наших связей, нашего отношения с Антарангой Шакти. То есть, это, короче говоря, то, что ослабляет нашу духовную жизнь и не радует, не радует Господа, не радует Шримати Радарани. Вот. И мы это называем оскорблением, но это не обязательно оскорбление в том смысле, что они прямо вот почувствуют себя прямо вот оскорбленными. Вот, нас обидели, вот это вот все. Вот эти чувства, которые мы можем и в себе иногда наблюдать, или кто-то по отношению к нам, или еще к кому-то, не обязательно. То есть, Господь может вполне даже остаться нейтральным по отношению к действию совершенному. Но просто результат такой, что у нас убывает, убывает вот эта духовная жизнь. Вот в чем штука. Вот в чем штука. То есть, это не идентичные слова, они не идентичны. Поэтому мы используем слово аппаратка, лучше, точнее будет использовать слово аппаратка, а не оскорбление. Вот. То же самое с ваишнаваппаратками. То есть, вовсе не обязательно, чтобы преданный обязательно чувствовал себя оскорбленно. И тогда мы это считаем ваишнаваппараткой. Нет, он может, допустим, из смирения считать, что все нормально, что это, и что по своей судьбе я достоин еще более плохого обращения и так далее. Но результат будет как в завоишнаваппаратку у нас, например. Так же может быть. Вовсе не обязательно, чтобы. То есть, это не вопрос того, что, допустим, подойти к преданному и спросить, ты себя чувствуешь оскорбленным или нет? Нет, ну, значит, все в порядке. Понимаете? Нет, ну, значит, все в порядке. А почему? Это не идентично. А потому что в этих отношениях, помимо этого преданного или преданной и нас, есть еще Господь Кришна, Господь Кришна. И, в принципе, преданный, может быть, и простит, или не будет это воспринимать всерьез. Но есть еще и Кришна, которому может не понравиться, или даже может сильно не понравиться. Преданный нормально, а Кришна не понравилась, и вот он, ну, вот эта реакция за Вайшна в аппаратку. Понимаете? То есть, это очень все так серьезно, Владимир Прабху, Харе Кришна. Идем дальше. Необходимо постоянно помнить, что все эти вещи, необычные предметы, предметы, используемые в служении Кришне и потому заслуживающие поклонения. Вот эти вот вазы, например, с цветами, вот вазы вот эти. Просто вазы, даже если они без цветов, но они используются в служении Кришне. То есть, это тоже по рефернале и Кришне. Кстати, тоже пластмассовую. Видите, Матаджаниш, пластмассовую вазу. И нормально. В другие юги пришлось бы золотые вазы делать. В предыдущую югу. Ну, вот когда поклонение божествам было ведущий процесс. В какую? В два пара югу, что ли? В два пара югу, да? А сейчас можем вот пластмассой обойтись и вроде как, ну, не связываем это с греховностью там своей или еще с чем-то. Нормально все. Практичность, наш принцип, нормально все, хорошо живем. Вот, Матаджи, когда сядете, надо как-то рассесться, чтобы не загораживать экран. Там что-то придумайте, как вы это будете делать. Я не знаю, как вам это сделать. Вот, придумайте, как это вам сделать. Поговорим про лекцию в храме. Что такое лекция в храме. Как к ней относиться, какая она должна быть и так далее. То есть это все та же самая тема, тот же самый заголовок. Да? А где? А, вот вы. Вот вы. То есть заголовок тот же самый, как и в начале. Просто это часть этой темы. Лекция по Бхагаватам, по Бхагаватгите в контексте того, что это связано с поведением в храмовой комнате, с поведением, с отношением к священному писанию. То есть это в сфере, возможно, в сфере совершения сева аппарата. В случае чего. Вот в этой сфере она может находиться. Вот. Ну и мы об этом будем сейчас говорить. Итак, слушание подразумевает чтение книг Шри и Крупады, также посещение лекций по Бхагаватам. Сейчас мы тут вот полистаем немножко. Тут столько всего. Очень интересный текст. Бхагаватам не отлично от Кришны. Лектора является представителем Весадевы, по крайней мере, на тот период, пока восседает на Весасане. Он играет эту роль. Соразмерно своей способности это делать. Понимаете, да? Вот. То есть слева, с Весасаны не забудь выйти из этой роли. Вот. Точнее, роль всегда одна и та же. Называется «Смиренный слуга» просто или «Смиренная слуга». И просто вот это один из вариантов реализации этой роли. Послужить в качестве, ну, проводника этого послания. Ну, конечно, для этого нужна кое-какая квалификация. Нужно соображать, о чём там в книжках написано. Вот. А то, ну, некоторые вещают что-то своё, ну, из ума. Мы это называем... Не, я не вам. Это мы рассуждаем. Это не про вас. А то некоторые рассуждают, что-то там своё говорят. Мы это называем «манаса-самхита». «Манаса-самхита». «Манас» — это ум. «Манаса-самхита». То есть своё священное писание из ума. Иногда так бывает. Люди не особо изучают священные писания. И как-то не особо у них хорошо даже с реализациями и с накоплениями своего духовного опыта. Но есть убеждённость. Убеждённость. И тогда чего-то они говорят, своё какое-то понимание, а насколько оно соответствует. В общем, это отдельная сфера. Надо изучать священные писания, если хочется о них говорить. Изучать их, применять в жизни, чтобы было что сказать. То есть не любой человек, который может говорить, не любого человека, который может говорить, следует слушать. Понимаете, да? А раньше в ведические времена не всех даже учили писать. И в этом какой-то смысл есть. Потому что сейчас в интернетах люди столько всего пишут, что иной раз думаешь, лучше бы какой-то человек и не умел бы. То есть зря научили. Потому что, ну, что-то не то пишут. Бывает такое. То есть раньше, ну, этот навык писать, он давался тем, кому было что написать. Понимаете, да? В прошлой юге. Харе Кришна, спасибо, Матаджи, за ваше цветочное служение. Не проблема, не проблема. Вы и так не мешаете, не тревожитесь, пожалуйста. Так, мужчинам и женщинам следует сидеть раздельно. Если вектор мужчина, то женщинам следует сидеть на почтительном расстоянии от него. Ну, и аналогично, если вектор женщинам то мужчинам следует сидеть на почтительном расстоянии от нее. Вот. Так, каково должно быть поведение слушающих лекцию? Пункт А. Ну, и будут вопросы, задавайте эти вопросы. Пункт А. Во время лекции следует вести себя тихо, слушать внимательно. Разговорчивые или сомливые преданные мешают лектору и остальным преданным. То есть это проявление двух нишевон материальной природы. Разговорчивость и сомливость. А какое проявление какой гуне соответствует, я думаю, вы догадаетесь без моей помощи сами, да? Вот. То есть, иначе говоря, если на лекцию приходим, надо себя как-то подготовить к этому. Вот. Разговорчивость. Вот это вот. Иногда бывают люди, которые вертятся очень быстро в разные стороны. Головой и всем телом. Да нет, это не про позвоночник, не про больной позвоночник, а просто про беспокойный ум. Например, человек говорит, ну то есть лекция идет, и он так вот, фраза какая-нибудь прозвучала, и он такой начинает вращаться в разные стороны, переглядываться с присутствующим, типа, ты слышал, что он сказал? Вот. Например, вот так вот. Или еще что-то в этом духе. Особенно, конечно, это неприятно, если этот человек садится прямо вплотную к лектору. Вот. Это, конечно, становится необычно. Unusual experience. Необычный опыт. Вот. Поэтому надо как-то себя подготовить, то есть нужно, чтобы этих низших гун было поменьше, а как это сделать? То есть это утренняя лекция. Сейчас подсказка была. Это утренняя лекция. Что делать, чтобы подготовиться к этому? Нормально. Что? Душ принять, как минимум. Душ принять. Выспаться. Выспаться. Правильно. А? Что-что? Лечь пораньше. А вы, Маташа, что сказали? Джабу прочитать. Джабу прочитать. Правильно. И встать пораньше. Да. Видите? То есть это важно. То есть недостаточно тело притащить, потому что, ну, притащил ты тело, а если сознание все равно где-то в другом месте, то какой... Ну, то есть мало что попадет. Мало что попадет. Один старший Вайшнав, не буду говорить кто, он рассказывал про свои первые годы в сознании Кришны. Его на лекциях по Бхагаватам вырубало. То есть просто психика срабатывала как вот самосохранение вот лекции. И поэтому лекцию он воспринимал приблизительно так. То есть лектор садится, поет Джайя Радамадава, стучит в караталу, поет Джайя Радамадава, потом кладет в караталы и говорит Гран-Тарад Ширмад Бхагаватам Киджай. И после этого все идут на Прасад. То есть лекция воспринималась вот так. А то, что посередине, оно как будто куда-то пропадало. А потом ему еще говорили правда замечательная лекция? И он говорил да. А в другой раз он рассказывал, он прислонился к колонне. Там была такая колонна в храмовой комнате. И он слушал стоя, прислонившись к этой колонне. И вдруг он заметил, что колонна начала плыть вверх. то есть он подумал, что это за мистика такая, что она начала плыть вверх, колонна. Вот. Вот такие дела. А другой преданный рассказывал, что у него, ему было очень сложно не спать на джапе, даже когда он ее читал на ходу. И он несколько раз даже однажды чуть ту осень сшип в храмовой комнате. В общем, мы вынуждены как бы бороться со своей вот обусловленностью. Для этого сада она, собственно говоря, и нужна. Это называется усилие. Кто-то вот спрашивал в четверг, что такое усилие. Не, не в четверг, а на утренней лекции сегодня спрашивал, что такое усилие. Ну, вот это и есть усилие. То есть есть какая-то привычка, как действовать, а мы ее пытаемся поменять. Вот такая история. Чтоб колонна не уплывала, чтоб лекция не пропадала. И да, вот это усилие и есть. Идем дальше. Да, микрофон, микрофон берите. Берите микрофон. Реакция такая, что вот ты улыбаешься, соответственно, того, какие возникают твои ну, там давим какие-то свои мысли приходят. А вот тут смотреть на вас серьезно. Вам не то, что не нравится. Не то, что я улыбаюсь, не нравится. Что-то я не понял вашего вопроса. Еще раз. Реакция слушателей вас волнует или нет? Сейчас или вообще? Вообще, в принципе. Ну, если она совсем не волновала бы, то можно было бы читать лекции в пустых помещениях. Вот. Что? Что лучше? Ну, лучше читать лекции не в пустых помещениях. Я могу это по своему опыту сказать, что лучше читать, когда есть люди в помещениях. А в чем вопрос-то? Вопрос в реакции от Куршачьей. Вот она вам нравится или нет? Вот конкретно сейчас. Конкретно сейчас. Нормальная? Ну, вот тогда. А почему вы спросили? Вы можете объяснить? Возникли сомнения. Сомнения в чем? Потому что, может быть, нас держит свои эмоции? Да нет, все нормально. Я же сейчас вот эти примеры приводил, не имея в виду вас, я про других людей. Если вы на себя подумали, то это вы зря. Да, на себя переводишь. А, что-то там екнуло, да? Ну, это честно, это было не про вас. Харе Кришна. Идем дальше. Так, идем дальше. Если кто-то чувствует сильную сомливость, тем лучше отойти к стене и слушать стоя. Но, как я уже сказал, не всем это помогает. Вот. Следующий пункт. Следует помнить о том, как нужно сидеть в храме. Мы до этого доберемся. Там пункт отдельный, как сидеть. Следует избегать хождения туда-сюда во время лекции, так как это приносит большое беспокойство. Если вам нужно будет уйти до окончания лекции, то следует заранее сесть рядом с выходом. Вот. Родители должны следить за своими детьми. Если дети начинают шуметь, их нужно вывезти из храма. Ну, это, конечно, типичная исконовская история с бегающими детьми. Это никто не может искоренить. Мы же не можем искоренить детей. Надо, чтобы продолжалось движение. Правильно? Поэтому честь и хвала тем Вайшнавам и Вайшнаве, которые заботятся о детях. Харе Кришна. Тем Вайшнавам и Вайшнаве, которые заботятся о детях, которые их воспитывают, следят за ними. Вот сейчас мы проверим, насколько хорошо это у них будет получаться. Как правильно задавать вопросы и чего необходимо избегать при задавании вопросов? После лекции, как правило, всегда остается время на возникающие вопросы. Задавать их надо в смиренном состоянии ума, с желанием что-то узнать, а иначе зачем их задавать? Вопросы должны быть уместными. Уместными. То есть, уместными означает... Означают уместными. Ну, то есть, связанные с темой лекции, разумные вопросы, практические вопросы, заданные смиренными, с духом вызовом. А еще важно, конечно, чтобы это были вопросы про себя, а не про то, что делать с другими. А вот как исправить другого, который неправ? Вот что с ним делать? Например, такая категория вопросов. Как вот кого-то исправить? То есть, вопросы мы преимущественно задаем про себя. Что нам делать? Это тогда очень хорошо. Что делать, если у вас есть вопрос, который может вызвать напряженность? Их же много всяких таких странных вопросов. Да, разные вопросы. Там что-нибудь политическое, например. А вот что думает ИСКОН по поводу нашей геополитики международной, например, и так далее. Поддерживает он, не поддерживает, еще что-то. В общем, есть ряд тем, которые усиливают вот это проявление двойственности в уме. Слушающего, говорящего и так далее. Если этот вопрос может вызвать напряженную ситуацию, то есть, надо задуматься над тем, как он может отозваться, то тогда лучше задать этот вопрос индивидуально лектору после лекции. То есть, у нас должна быть такая благодать, спокойствие во время лекции. Что следует делать, если во время лекции открывается или закрывается алтарь? Ну, можно сложить руки и слегка поклониться. Тут написано «слегка». Ну, слегка. То есть, в принципе, поклоны какие-то прямо уж полные здесь не требуются, если идет именно процесс обсуждения Бхагаватам. То есть, мы уже в процессе поклонения Бхагаватам находимся. Лекция идет, означает, что поклон не нужен, потому что процесс поклонения, он и так есть, и мы в нем находимся. Но в то же время выразить почтение божествам, сложив руки, тоже можно. То есть, лектору, например, соскакивать с висасаны не обязательно, когда, значит, алтарь открылся, не обязательно соскакивать с висасаны и приносить дандаваты алтарю. Вот. Идем дальше. Так. Да-да. Да-да. Что? Микрофон. 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 Да, микрофон. Да. Микрофон. Включи. Микрофон. Багава там, по-моему, как раз и описывается. Да. Ситуация, когда Господь Баларам пришел в собрание мудрецов и ведущий мудрец не встал с висасаны на его появление. И он его убил травилкой? Да. Насколько его. Конечно. А вот. А наш этикет не следует этой истории. То есть, ну, то есть, не хочешь быть убитым, да, не хочешь? Нет? Не хочешь? Ну, вот, мне так объясняли, так вот учили, что можно просто слегка поклониться, если идет лекция. В процессе самой лекции. Вот. То есть, бояться не стоит. Кришна сказал в Бхагавадгите, предайся мне, я тебя защищу, ничего не бойся. Помнишь, да? Бхагавадгита 1866. Важный текст. Да, да, да. Сарва Дарма, Паритя Джан. Даже когда Махараджа ходит, у нас такое бывало, что она, допустим, не досланирована. А, ну, здесь, здесь, пожалуйста, можно. Ну, куда же я планировал все-таки? Здесь можно, можно выразить почтение Махараджу, конечно. Ну, нужно, не нужно, но можно. Вы ориентируетесь, как вот, как вот оно изнутри. Как вот. Есть потребность. А? Потребность. Да не потребность, а к чему вас призывает Праматума. Понимаете? Вот. Харе Кришна. Можно еще вопрос? То есть, это не предусудительно какие-то дополнительные поклоны, просто это в то же время и не обязательно. Микрофон берите. Микрофон сюда. Микрофон давайте. А у нас бывает такая ситуация, такое возвышенные преданы и открыт алтарь божества, и вот я такое слышала мнение, что когда открыт алтарь, то не надо поклониться еще. такие вот какие? Возвышенные. Земные. Земные? Да, когда алтарь открыт. Да, когда алтарь открыт. Но алтарю можно же поклониться. Алтарю можно поклониться. Если возвышенные, ты не хочешь. А как вы определяете, кто возвышенный, а кто нет? Как вы это делаете? Какие, как-то, махарай, допустим, то есть можно ли ему кланяться при открытом алтаре? Да, да. Можно. Можно, да? Правильно, да? Ну, мы обычно как делаем? Он, допустим, заходит и кланяется божеством, и мы вместе с ним. А, и тогда, видите, получается, что и божеством, да и ему заодно. А, ну, тогда да. Например. Тогда хорошо, да. Так же тоже бывает. Обычно как-то вот оно так происходит. Если мы вот, ну, А если нет? Что если нет? А если он уже вошел там, или это? А ты только вошел, а они там... Ты же всем клонишься. А, все равно все. Да, а если мы, если он здесь, и алтарь открыт, а мы только заходим, то мы все равно приносим поклоны Вайшнава. Все равно, да. И он в числе их. Так что все нормально. Давайте. Вот с этой штукой поговорим. Часно бывает, что, ну, в служении, так, то есть, прямо, прямо на университете, в алтаре находишься 20-20-30 раз. В алтаре ты постоянно надо кулиться. Если это связано со служением, то необязательно. А если по собственному произволу, то надо. Ну, допустим, если, если таскаешь что-нибудь, книжки, допустим, тогда, конечно, нет. Это связано со служением. Господь понимает. А если просто так, это нечего делать, туда-сюда, то тогда можно и поклоны поприносить. Так, еще вопросы есть какие-то, да, сейчас, на данный момент? Движемся дальше. Движемся дальше. Так, требования к преданному, дающему лекцию. Нам все-таки надо как-то, как-то вырезать объем немножечко. Потом мы как-то вот собрались с опозданием. Да, берите микрофон, пожалуйста. Ну, как бы, пока по поклонению, чтобы пока поклоняться. Ну, такой вопрос, ну, спорный, да. Как поклоняться ли Божествам, когда они закрыты, кто как говорит? Я вас слышала Шри Джишну Прабу? Да. Что нет? А некоторые говорят, что все равно надо. Вот как вы скажете? Ну, я разделяю позицию Шри Джишну Прабу. И это не только его позиция, а это еще позиция Вишнураты Прабу, который возглавляет пуджарский департамент в официальном храме московском на Пусине на Наполежаевской Шиши Дайл Нитайши Чесуты. То есть объяснение такое, что там за алтарем когда он закрыт божества Шиши Гуа Нитай, ну и какие-нибудь другие являются своей лилой, они заняты этими лилами. И когда мы приносим им поклоны, то им нужно ответить нам взаимностью. И они отвечают, мы правда этого не видим, но они отвечают, а для того, чтобы ответить, они вынуждены отвлечься. Поэтому мы своим поклоном их отвлекаем, и поэтому этого делать не надо. вот такое объяснение из авторитетного источника Хали Кришна. Идем дальше. Так, ну давайте требования к преданному дающему лекцию мы пропустим, потому что это отдельная тема для лекторов. Потом сами прочтите, ладно. Так, это мы тоже пропустим. Вы, ребята, сами себя обкрадываете вот этими опозданиями. Так, так, не скучи. Каково значение повторения святых имен в духовной практике вайшнавов? Вот такой вопрос 2.29. Ну каково значение? То есть мы говорили про проценты, да? 99 процентов. Духовная жизнь зависит на 99 процентов от того, как мы Харе Кришну повторяем. Вот такое значение, по сути. И этот процесс дан великими ачариями, дан нам для очищения нашего сердца, вот тут говорится, для очищения нашего сердца. То есть святое имя неотлично от Господа Кришны, и поэтому оно и средство, и цель, понимаете, да? Оно цель, то есть наша цель, парамагати, цель, мы к этому идем, мы к Кришне пытаемся прийти, цель, но он, милостивый Господь Кришна, соглашается быть средством очищения нас. А? Хорошо говорите, да? Хорошо. Да, я с вами согласен. То есть он милостивый, он хридиантакст хохи абадрани ведуноти сухри сатам. Это из второй главы первой песни Багаватам, текст. Он лично очищает сердце преданного от неблагоприятного, лично участвует в этом процессе. Хридиантакст хохи абадрани ведуноти сухри сатам. Он в этом участвует. И мы его зовем и говорим Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Харе Рама, Харе Рама, Рама, Харе Рама. И в этом особенность процесса бхакти-йоги. То есть если мистическая йога или гьяна-йога, всякие имперсональные практики, они завязаны на то, что человек сам пытается как-то себя в аскезу, в этот искусственный самоконтроль и так далее погрузить, то мы здесь привлекаем милость Кришны. Он участвует в нашей жизни конкретно в форме святого имени, которая от него неотлична. Ну вот главная обязанность каждого серьезного преданного повторять каждый день минимум и на минимум а не максимум 16 кругов Маха Матры. Вот опять про 99% тут у нас и что тут у нас еще? Да, ну опять вот здесь говорится для Джабы нужно отводить определенное время, то есть надо как-то планировать в расписании, что вот есть конкретное время, оно именно для Джабы. Понятно, что всякие бывают обстоятельства, иногда приходится в течение дня на бегу и так далее, но просто можно посчитать сколько времени занимает повторение одного круга, потом соответственно посчитать сколько нужно на 16 и вот этот промежуток времени где-то его максимально непрерывный найти в течение дня и его зарезервировать для Джабы. Во время повторения Джаба преданный не должен читать газеты, разговаривать или даже слушать Киртаны. Или даже слушать Киртаны. Джаба — это деятельность, которая требует нашего полного безраздельного внимания. Это тоже интересный момент. То есть, если, допустим, Джабу повторяешь и параллельно включил Киртан, не Джабу, допустим, Шрива Парупады, а именно Киртан, тут получается чего? Получается, что ни эту Харикришну внимательно не слушаешь, ни ту, ни та, которая в форме Киртаны, ни та, которая в форме Джабы. Получается двойное что? Двойная нама-аппаратха. Поэтому, если хочется фоном пустить, лучше пусть это будет Джаба Шрива Парупады или духовного учителя, но не Киртан. Во время Джабы не следует отвечать на телефонные звонки, тут тоже говорится об этом. Вот. Звонящего следует любезно попросить оставить сообщение или позвонить позже. Посетителей тоже не принимаем, потому что в это время мы общаемся непосредственно с Господом Шрива Кришны, который неотличен от своего имени, он самое важное лицо во всем творении, еще важнее всех тех людей, которые могут к вам на прием стремиться. А тут вы у него на приеме, а не он у вас. Поняли, да? То есть микрофон, Харе Кришна. Да, давайте. Ну, вот как вы сказали, да, пока читаем что-то лучше не отвлекаться, даже если кто-то пришел, но бывают такие ситуации, что ко мне бывает сын был раз и приехал. А что это вот такое? Жестный человек? Вот такой вот, вот он вот такой пьяный. Так вот, надо вам с ним договориться, чтобы он не приходил просто так. Он просто приехал, он издалека вот бывает такой редкий, он бывает. И вот как бы раньше я так он слился, а тут реально ну как бы его и у него ну, то есть я отвлекалась. Я вот как-то мне спарамагма, но это давно было, вот, и я когда просто грудим, подожди, все, он все равно пьяный не понимал, подходил, пьяный обычно не понимал, да, это факт. А когда я вот стала, ну как бы реально оставляла, ну как бы мне извинялась перед, просто потому что вот так вот и просто его выслушивала, он успокоился, хотя он потом опять подходил, он стал лучше относиться характерично с моими поступками, когда я стала ему внимания, вот в данный момент может быть реально вот было не нужно внимания, и он ощутил как-то у нас была даже медитация по скайпу, не по скайпу, по зуму, по скайпу, по зуму, и он как раз приехал, это уже, ну порядком было, и просто я его встретил, говорит, что случилось, он никакой, да, и вот, ну, он несколько раз приходил, но вот после этого я почувствовала, что он реально отношение у меня изменилось. Очень хорошо, это очень хорошо, будем считать это чрезвычайной ситуацией, ЧС, это у нас ЧС называется, правильно, Владимир? Ничего страшного тогда, что вот просто пришел человек, ну Господь войдет в положение, он же соображает, Господь. Вот, это называется ЧС, приехал родственник. Вот, у нас будет отдельная тема, связанная с тем, как относиться к родственникам, которые бывают как преданные, так и не преданные, что встречается на данный момент, по крайней мере, чаще. Вот. Сильное желание, основа нашей духовной жизни сильное желание, наше сильное желание повторять святое имя, это то, что больше всего удовлетворяет Кришну, понимаете, да? То есть, даже если не получается сосредоточиться или еще что-то, по крайней мере, желание, как минимум. То есть, вот, чем отличается нама-парадха от нама-абхаса, то есть, от воспевания на очистительной стадии? Вот, как минимум, если пытаешься сосредоточиться, даже если не получается, но ты прикладываешь усилие, это уже называется, условно, по крайней мере, называется нама-абхаса, это уже не нама-парадха. Нама-парадха означает, воспеваю, не получается особо, но оно вот идет, как идет, и ладно. То есть, зависит от вот этого внутреннего отношения к происходящему процессу, стараешься ли ты его улучшить или нет. И даже если в течение всех шестнадцати кругов не получилось нормально сосредоточиться, но были усилия и попытки себя вернуть к слушанию, все равно это не такая уж прямо нама-аппаратха. Вот такая история. И сильное желание должно быть. То есть, Кришна, помоги, нужно его просить об этом. Вопрос какой-то, да? Нет? Нет, как хорошо. Что хорошо? Что так? Все, что ты сказал, так хорошо. То, что я сказал, это хорошо, да? И умилительно, да? Потому что усилий, усилий делаешь, а вроде думаешь, ну, все равно нужна обаппаратка. Господи, прийми, шестнадцать кругов, все, что могла. Ну, вот, видите, как здорово. Похоже, я не зря приехал. Харе Кришна, Матуча. Нама Абхаз. Абхаз означает тень. Не Абхазия, не Абхазия. Абхаз означает тень, тень святого имени. То есть, три стадии воспевания святого имени. Может быть, слышали, нам аппаратка оскорбительная, нам Абхазия, тень святого имени. Или, скажем так, очистительная стадия, когда повторяешь, и благодаря воспеванию этому очищаешься. Ну, и шуда нам, третья стадия, шуда нам, ша, у, двойное д, ха, а, черточка нам, чистое святое имя. То есть, оно прямо без всяких материальных представлений ни о жизни, ни о святом имени. То есть, это совершенство, это уровни любви к Кришне. Уровни любви к Кришне. Это высокая, конечно, стадия. Но этому предшествует нам Абхаз, то есть, тень святого имени. Вот. То есть, не само оно, а как бы отблеск или отражение. Вот такая история. Хорошо, идем дальше. Значит, это желание является основным условием для хорошей джапы. Сильное желание должно проявляться в твердой решимости ежедневно повторять предписанное количество пробов. То есть, если сама по себе решимость есть следовать этой норме, то это уже кое о чем говорит. Даже находясь в неблагоприятной среде или затруднительных обстоятельствах, как вот Матаджи рассказывала сейчас про свой случай, а также в стремлении улучшить качество своей джапы. Кто-то там щелкает ручкой, да? А, цветочками щелкаете. Не, это нормально. Нормально. Щелкайте дальше. Ладно. Вот. То есть, видите, внутреннее отношение к джапе. То есть, внешне у нас может не особо получаться, но Господь, Параматма, Он изнутри видит. Он знает наши обстоятельства, знает наши отношения к этой практике и поэтому это тоже, конечно же, учитывается так, что не стоит унывать. Правильно, да? Не стоит унывать. Не стоит унывать. Поэтому преданной должен быть исполнен решимости делать все необходимое, чтобы достичь хорошего, создает ажапы, избегать всего, что может ухудшить. Опять же, анукуляйся санкалпах, протикуляйся варджином, то есть, принятие благоприятного отвержения неблагоприятного. В общем, что можем, то и делаем в плане улучшения сообразных своей ситуации, и вопрос возникает. Здесь написано, как же усилить наши желания и решимость и дается ответ благодаря процессу нити Бхагавата Севая, регулярного служения преданным и смиренного слушания Кришна Катхи. Поэтому спасибо всем тем, кто смотрел лекцию по Бхагаватам. Но все-таки в следующий раз не опаздывайте, пожалуйста. Так, какое время следует читать джапу? Ну, тут говорится про Брахмаму Хурту, про утренние часы и как это считать? Хотите узнать, как посчитать Брахмаму Хурту? Да? Она же, она же, короче, берете отрывной календарь покупаете на текущий год отрывной календарь в соответствии с тем часовым поясом, где находитесь. Они обычно на Москву выпускаются, поэтому они могут немножко не совпадать. Там указано время восхода солнца. Значит, Мухурта это промежуток времени, отрезок времени. Он составляет 48 минут. 48 минут. И вот 48 плюс 48 будет сколько? 96. 96 будет. 48 плюс 48 96. Правильно, да? 96. Хорошо. Берете время восхода солнца, отчитываете в обратном направлении, то есть на более раннее время считаете, отчитываете 98 минут. Назад, назад, да, то есть 96, да? 48 плюс 48 и 96 получится? Да, да, 96, да. Отчитываете 96 в обратную сторону. И вот получается вот этот отрезок из двух Мухурт. Нас интересует предпоследняя. То есть вот эта предпоследняя Мухурта перед восходом, она называется Брама Мухурта. Соответственно, то время, которое вы посчитали 96 минут назад, это начало Брама Мухурты. Окончание это вот эта точка плюс 48 минут. Плюс 48 минут. Вот так она считается. Ну и соответственно, поскольку восход солнца и каждый человек, у которого, у каждого из присутствующих в жизни хоть раз в жизни был этот отрывной календарь. С праздниками, с рецептами, как консервировать овощи, всякие частушки и так далее, вот эти отрывные календари, они у каждого были. И вы знаете, что восход солнца плавает в зависимости от времени года. Соответственно, Брама Мухурты тоже плывет, поэтому иногда она даже оказывается по расчетам позже, чем Мангала Арати. Вот. Но поэтому Шрила Прупада в своих письмах говорил о неком усредненном стандарте. Он говорил о том, что нужно вставать до 4 утра. Вот так проще, чем считать каждый день эту Брама Мухурту. до 4 утра. Вот. И вот дальше читать Джапу. Встал, проснулся, помылся и читает Джапу. Вот такая история. Харея Кришна, Харея Кришна, 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 Харея Кри, Харея Рама, Харея Рама, 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 Харея Кри. Ну вот те, у кого есть телефоны на операционной системе Андроид могут скачать программу, она называется Гайетри Тайм, Гайетри Тайм, она для расчетов, когда Гайетри читать, но она еще считает Брама Мухурту, и туда вы можете набрать населенный пункт, где вы находитесь, дату поставить, и он вам все очень точно посчитает, где это Брама Мухурта, если вы хотите прямо точных расчетов. Вообще, как вот можно еще от восхода Солнца отнять 96 минут? Да. И это будет? Это будет на 2 Мухурты назад, это получится на 2 Мухурты назад, поскольку Мухурта 48 минут. Брама Мухурта это предпоследнее перед восходом Солнца, поэтому считаете вот от этой точки, и 48 минут вперед, и получается временной отрезок. И вот это называется Брама Мухурта. Ну и вы, конечно, спросите, Шрила Пропада говорит, надо повторять Джапу Брама Мухурту, а как успеть прочитать Джапу за 48 минут, возникает вопрос. Да? Ну, соответственно, это означает в целом утренние часы, более растяжимое такое понятие, когда влияние гуны благости преобладает. А зачем тогда 96, тогда 48? А потому что нас интересует предпоследняя Мухурта, поэтому мы сразу отбрасываем туда две Мухурты назад, и вот получается предпоследняя, то есть последняя непосредственно перед восходом солнца нас не интересует. А? Тогда вы посчитаете последнюю Мухурту, а не предпоследнюю. Улавливаете, да? Ну, ладно, мы вам потом еще раз объясним. Мы можем нарисовать это, черточки, это график. Хорошо. Поэтому это вот какие-то утренние часы, когда Раджас не начал конкретно влиять, а это зависит еще от внешних обстоятельств, то есть если, допустим, вы живете где-нибудь, и это какой-нибудь, допустим, город, где есть градообразующие предприятия, и все рвутся на этот завод в конкретное время, то вы знаете, с какого конкретного времени атмосфера четко меняется, это уже определенно не сатва. Вот. Там какой-нибудь череповец, еще какой-то город, где там вот четко по трубят в заводской гудок три раза, да, как в раковину, идите служить на завод. Вот. А? Сейчас такой есть, трубят на все действия. Ну, заводской гудок, он же есть, он, кстати, похож на раковину по звуку немножко, как вот. В этом есть какое-то тоже таинство в этой теме, то есть как будто у них сада какая-то на заводе есть, что вот нужно в это время прийти, тут вот это выполнить. нету заводских гудков сейчас, да? А, мне кажется, я слышал в Вологде, вот, слышал эти гудки, там что-то звучало. Этот подшипниковый завод, он еще продолжает гудеть по утрам, по-моему, это он. Но это не важно, это все детали. В общем, короче говоря, ну, время, да, вот это вот время, ранние утренние часы, когда люди никуда не спешат и вообще не проснулись даже особо, потому что нету у них в жизни такого понятия, как мангово-арати, как джапа и так далее. Ну и сама природа, она тоже так действует. Вот это время ориентировочно, скажем, от двух часов ночи до четырех, оно, ну, условно, это так вот плюс-минус, оно такое, о нем Госвами Махараджи рассказывал, оно такое, что как будто эти гуны материальной природы немножко застыли, застыли и уже не так активно воздействуют. Зачем нам это надо? Затем, чтобы как можно меньше было всяких вот этих вот препятствий и воздействий на нас, которые мешают нам повторять внимательно Хареи Кришна, Хареи Кришна, 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 Хареи Хареи, Хареи Рама, Хареи Рама, 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 Хареи Хареи. То есть просто речь идет о наиболее благоприятном времени для повторения святых имен. С другой стороны, Шикшаштака, второй текст, нет строгих правил и предписаний для повторения святых имен. То есть действительно можно повторять в любых обстоятельствах и в любое время суток не запрещено, запрета нету. Но вопрос в том, в каком состоянии будет наше сознание и как мы это услышим, как мы будем способны это услышать. Вот в чем штука. Вот для этого и подчеркивается этот момент, что лучше это делать все-таки утром. Идем дальше. Ну вот здесь автор пишет, Ишаматинана на праву пишет, в этом отношении, в отношении раннего подъема не должно быть никаких компромиссов. Понимаете, да? Вот. Ну, то есть сколько заплатили, то и получили. если практика с компромиссами, то и как бы результат тоже такой пониже, чем когда следование более строгое. Что-то сомневаетесь, да? Не уверены в этом, да? Я не об этом. А не об этом, да? А вы об этом? Хорошо. Как избегать сонливости и отвлечения во время джапа? Очень интересный вопрос. Не правда ли, дорогие друзья? Или это, или пролистаем? Это очень интересно. Я прочитаю. Да? Важно, да? Сонливость и отвлечение. Что же нам делать, да? Значит, рекомендуется сидеть, сидя, сидеть, сидя, сидеть ровно. Вот. К стене прислоняться не надо, потому что риск уснуть возрастает, если прислоняться к стене. Или, а еще сильнее он, конечно, возрастает, если прислониться к теплой батарее. Тогда разморит бакту или бактин. И джапа будет очень такая медитативная. Вот. А? Карапусия. А. Потом, значит, то есть, если человек сидит, то у него тело должно быть в тонусе. Вот это основной принцип в джапе. Если сидя решил повторять, то надо тело в тонусе иметь. То есть, для этого, по идее, нужно телом вообще в принципе заниматься, то есть, делать зарядочку, держать в тонусе здоровый образ жизни и так далее, тогда легче будет. Мышцы там, позвоночник, растяжки, еще что-то. А. Вот. Иначе сложнее. Иначе сложнее сидя повторять. Ну вот написано, видите, развалившись в кресле тоже не рекомендуется. То есть, тонус должен быть, должна совершаться определенная работа. То есть, на уровне внимания стараемся внимание сосредоточить и в зависимости от того, в каком состоянии тело от этого зависит, получится ли сосредоточиться или нет. Вот. Если этого не получается, если сонливость, если ум слишком беспокойный, тогда лучше просто стоя неподвижно или во время ходьбы. Или во время ходьбы. Если стоя или на ходу повторяешь и все равно хочется спать, то ни в коем случае нельзя ни к чему прислоняться к такой правилам. Нельзя прислоняться ни к чему. Никаким стенам ни к чему прислоняться нельзя. Вот. Джапа на прогулке в принципе нормальная вещь, но тогда не надо смотреть по сторонам такое правило. Но идеальный вариант это, конечно, сидя и если вообще можешь сидя и не спать и при этом не засыпать. Вот такая история. Ну, опять же, важно отслеживать, конечно. То есть, еще раз, чем отличается намоаппаратка от намоабхаса? Нужно следить за тем, а в каком состоянии нахожусь и получается ли внимательно или не получается. Если не получается, то прилагать, прибегать к определенным мерам. То есть, возвращать ум еще раз это один момент. Другой момент, если вообще сонливость, если человек чувствует, что он может вырубиться, тогда ему это его ответственность перед собой и перед жапой встать и уже стоя повторять жапу или начать ходить. вот такая практика. Ну, и как бы тут так в этом не написано, но к этому, конечно, можно добавить, что даже если на ходу не получается и все равно хочется поспать, то, в принципе, можно пойти поспать. Вот. То есть, надо все-таки иной раз пойти поспать, потому что иной раз нужно себя подготовить к джапе. телесно-умственной и так далее. То есть, если вы реально засыпаете, выключаетесь на джапе, то и чувствуете, что не хватает вот этого самоконтроля, силы воли, сил не хватает, то ну, зачем себя мучить? Лучше отдохнуть, пойти, а потом ну, умеренно, умеренно. То есть, это надо завести будильник на небольшой промежуток времени. Это может быть по-разному. Это может быть 15 минут, 30 минут, это может быть около часа. Но если человека, ну, как бы, если это бесконтрольно, если это часа, скажем, натрия, без всяких будильников, то обычно это ведет к тому, что на человека усиливает воздействие томогуна, гуноневежества. И тогда этот отдых ему уже не идет на пользу. Вот, поэтому смысл этого сна заключается именно в том, чтобы свое сознание освежить, а не в том, чтобы его еще сильнее погрузить в тамаз. Поэтому продолжительность этого отдыха должна быть четко, ну, обозначена. Четко обозначена. вообще спать надо как-то, ну, достаточно. Вот. Правильно, правильно говорю, как считаешь? Да, согласна со мной, да? Хорошо. Лучшая джапа в обществе преданных. Обществе преданных. Хотя, сама по себе, это индивидуальная духовная практика. То есть, киртан, это совместная практика, а джапа индивидуальная. И тем не менее, хотя она индивидуальная, все равно этой индивидуальной практикой очень благоприятно заниматься совместно, потому что тогда мы у собравшихся на виду, и тогда, если мы начнем засыпать, то нас могут и разбудить, но могут и не разбудить тоже, поэтому уж попросить, чтобы будили. И в целом, ну, будет легче сосредотачиваться на джапе. джапе. И вот эта вот совместная вибрация Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе. Она тоже позволяет удержать свой ум. Вот. Но это при условии, если реально преданные стараются сосредоточиться. Если они собрались вместе для того, чтобы по джапу подумать каждый о своем, то тогда их общество, ну, как бы, не сильно поможет джапе. Такая история. То есть, совместная джапа, совместная джапа тоже. Рознь, как говорится. Ну, есть разные варианты. Можно собираться в храме на утреннюю джапу, а можно в зуме, в скайпе. Сейчас вот это тоже практикую, тоже хорошая штука. Вместе с, допустим, с Ваканадхой Махараджем или с кем-то еще. Сейчас вот есть разные такие санги, где разные Махараджи, они дают милостивую возможность поповторять джапу вместе с собой. Вот такая история. Можете навести справки, поузнавать, где это возможно. И бывает, что это в зуме, бывает, что это транслируется в прямом эфире на YouTube или на Facebook. можно просто включить и вот под это повторять свою джапу или повторять джапу под запись голоса Шрилы Парупады или кого-нибудь из духовных учителей. Это как костыль. То есть нам не хватает собственного сознания на то, чтобы устойчиво держаться в этой медитации. И звук голоса чистого Вайшнава позволяет нам настроиться на понимание того, что такое святое имя и как к нему относиться. Можно посмешивать? Что? Посмешиво можно? Ну попробуйте. Интересно получится или нет? Давайте в микрофон. А можно без микрофона? А тогда не запишется. Тогда не запишется. В нем взяла джапу. Муж говорит, куда пошла? Спать что ли пошла? Да нет, джапу читать. Ну так спать пошла. Потому что во время джапа очень часто так вот получается у вас, да? Да, и он вот решил так посмеяться. Заодно простимулировал. Джапа прошла. То есть помог вам, да? Ну вот, то есть, пробудилось у вас благодарное сердце. Ах, как уж. Ну вот видите, как хорошо. Харе Кришна. Ну вот, то есть решения, еще раз их повторю, неизвестные. То есть в целом следить за телом, потому что если оно или больное, или не в тонусе, то тогда сложно. Тогда реально сложно. Высыпаться в достаточной степени, отдельно от джапы высыпаться. И что еще? Ну и стараться сосредоточиваться на звуках. Если можешь, то сидя. Если не получается, то стоя или на ходу. Но сидя, конечно, предпочтительнее. Предпочтительнее. И, конечно, еще здесь об этом не говорится, но для того, чтобы это было проще сделать, иногда рекомендуют поставить перед собой изображение каких-нибудь божеств, или духовного учителя, или шри-вы-пруппады, или туасидеви, например. Или саму туасидеви, то есть вот растения поставить, туасидеви, и в их обществе. Или вот, допустим, есть такая практика, она называется, это йоговская практика, она называется тратака, и это означает, берется листок бумаги, и на нем прописывается Харе Кришна Махамантра. И когда человек повторяет Махамантру, то он смотрит все время на этот листочек, и взгляд ведет, ну вот как в караоке, ведет, значит, в те слова, направляет взгляд в те слова, которые он произносит. Ну или в целом на всю мантру целиком смотрит, написанную на этой бумаге, и благодаря этому сосредоточивается. То есть тогда получается, что какие чувства у него задействованы, когда он повторяет Джапу таким образом. У него задействован слух, то есть он слышит звук, у него задействовано осязание, он трогает четки, задействовано зрение, то есть он видит эту мантру, написанную на бумаге. Если же зажечь благовоние, еще и обоняние будет задействовано. При этом благовоние можно зажечь. Ну, у кого нет аллергии, там астмы, чего-то такого, то можете зажечь, и все будет замечательно. Там кто-то пришел, что ли, да? Кто-то? Ну, идите это, займите их. Хорошо, ладно. Овощи — это тоже очень важно. Так, что является основным правилом поведения в храмовой комнате, в которой мы находимся? Так, у нас осталось буквально 15 минут, и нам нужно успеть проговорить все про храмовую комнату. Это еще при том, что у нас одна тема из трех выпадает. То есть, если мы на час дольше сможем позаниматься сегодня, то у нас есть шанс каким-то образом это все обсудить. Так, а сейчас, я думаю, что мы немножко продлим, допустим, до 13.40 или 13.45, а то, ну, реально. Вот. И, пожалуйста, чат читайте внимательно. Я там написал, когда у нас начало, в 10 часов, в 10.00. Итак, главное правило поведения в храмовой комнате таково. То есть, храм — это дом Бога, дом божеств. То есть, это комната, их территория. Это означает божества в центре. Это означает, мы сюда пришли, вот в это помещение, не как господа, а как слуги. Шри Шри Нитайчандра Горасундра Гиджай. Хри Кришна. Не как господа, а как слуги. Прямо вот заходим в этом настроении. А что мы слуги? И божеств, и Шри Выправпады, и Вайшнавов, которые вокруг, приносим поклоны им в этом настроении. Да. То есть, Вайшнавский этикет, он о том, чтобы приблизиться к этому пониманию, к этой природе. Ну и особенно, конечно, ярко это поведение должно проявляться, когда мы попадаем в святую Дхаму. Такую, как Вриндаван, Майпур и так далее. Шри Выправпада говорил, что фактически, когда находишься в Дхаме, то это та же самая храмовая комната, но уже размерами с эту Дхаму. Понимаете, да? То есть, это поведение, оно должно быть тоже таким же осмотрительным. Поэтому это означает, что мы, фактически, находясь здесь, в каком-то смысле тренируемся, тренируемся, готовимся к тому, потому что в какой-то момент все равно у каждого из нас по милости Господа, наверное, возникнет возможность посетить или посещать святые места. Это очень важно посещать. если вы как бы себе какую-то ограничивающую программу ставите, что это для вас невозможно или слишком высоко и так далее, вы ее снимаете как можно скорее, потому что это абсолютно бессмысленная программа. Это очень полезная вещь, очень нужная. Посещать святые места в компании под руководством тех, кто в этом что-то понимает и может вам провести экскурсию вайшнавскую и объяснить что к чему. Вот. А берите коврик и вот садитесь на пол. Сможете? А вы это учиться, да, или как? А? А учиться? Так ты садитесь на... А? А, спине неудобно. Ну ладно, хорошо. Просто вот такой большой. Да нет, ну просто как-то я так сразу внимание на вас обращаю. Ну, ничего страшного, нормально. Такой большой такой. Ух. Ух. Итак, смирение. Главное качество поведения в храмовой комнате, а также в святой даме. И здесь переводится правило из нехтаропреданности, которое звучит таким образом. Нельзя въезжать в храм на паланкине или на машине или входить в него в обуви. Ну, в обуви мы не входим. А при чем здесь паланкин, вы спросите меня? или при чем здесь машина? И вообще, что такое паланкин, вы, наверное, тоже можете спросить. Кто не знает, что такое паланкин, поднимите руки. Кто не знает, поднимите руки. Кто не знает, что такое паланкин? Что, все знают, да? Когда носят, когда носят. Как в Тысяча и Одной Ночи люди. В Тысяча и Одной Ночи? Да, сказки. Какой фильм? Какого выпуска? Какая студия? Старый, старый. Старый? Когда носят в этих носилках такие, да? Да, носилки. Такие, которые еще зашторенные такие. Да, да, все правильно говорите. Значит, что это означает? Почему нельзя въезжать в храм на паланкине? И при чем здесь храмы паланкин? А все дело в том, что раньше, да и не только раньше, а сейчас в Индии тоже такие храмы есть, которые не вот как у нас, вот такое помещение с дверью, с замком, еще с чем-то, а вот просто вот так вот четыре колонны стоят, внизу такое бетонное, ну или цементное основание и сверху крыша, которая держится на этих четырех колоннах. И вот в этом пространстве там и алтарь, и люди могут зайти и поклониться, то есть это все на открытом воздухе, такие храмы. Вот, и, соответственно, туда можно было принести человека, доставить человека на паланкине. А на паланкине, как вы понимаете, ездили не все подряд, а статусные люди того времени, пятьсот лет назад и еще дальше, еще дальше в прошлое. Хотя, в принципе, если мы откроем, если мы посмотрим фильм «Последний урок», да, «Последний урок», про уход Шрива-проупады, «Последний урок», то мы тоже увидим там, как его перевозят на паланкине. Поэтому эта традиция, нельзя сказать, что она уже совсем исчезла. Но, поскольку на паланкине обычно переносят или перевозят человека статусного, то он, находясь там и понимая, что его несут другие люди, которые, так сказать, ниже его, он естественным образом находится в настроении господина. И вот именно поэтому, то есть, нужно эту идею, что я на паланкине. Или, допустим, человек приехал, подъехал сюда на территорию храма на автомобиле и, допустим, у него по воле Кришны очень даже неплохой автомобиль. Но надо немножко абстрагироваться от автомобиля и от других атрибутов статуса своего, если они есть, до того, как мы окажемся здесь. Потому что в этом смысле здесь все более, все достаточно в равном положении находятся. Господа, этими автомобилями не удивишь. И паланкинами тоже. Ну, вы, конечно, можете спросить, те, кто смотрели фильм «Последний урок», вы можете спросить, а как же так? А Шриву Парупаду же заносят на этом паланкине в храм Кришна Баларам Мандир и он там сидит в этом паланкине, но причин как минимум две. Первое, он физически не может иначе, а второе, он и не находится в этом царском умонастроении, он слуга, слуги, 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 он показывает своим примером все это, то есть, он исключение из этого правила. Вот, так, идем дальше. Среди преданных, особенно в храме, единственным самоотождествлением человека должно быть ее слуга, слуги, слуга, слуги. И, так, какие правила существуют поведения в храмовой комнате? Тут у нас переводятся разные правила, сейчас посмотрим, сколько их всего перечислено, о, какой хороший список. Да, ну, давайте вот отсюда. Остальное, я думаю, остальное давайте вы прочтите сами и зададите вопросы в чате, если они у вас появятся. Медитация на божеств. Когда мы приносим поклоны божеству? Алтарь, может быть открыт, может быть закрыт, когда он закрыт, мы поклоны не приносим, но когда он открыт, мы ему приносим алтарю поклоны с великой преданностью и потом мы получаем Даршин божеств и просим божеств пролить на нас милость. И смысл слова Даршин заключается в том, что здесь важнее не то, что мы увидим божеств и как они одеты, наряжены и так далее, и так далее. В этом акте важнее то, чтобы они увидели нас. Понимаете? И вот тут-то, как говорится, даже такая была телепередача, тут-то наступает момент истины. Потому что они-то знают про нас все насквозь. То есть мы их ничем особо впечатлить как-то не можем. И обмануть мы тоже не можем. И это очень интересно, что мы переходим к личностям, которые нас очень хорошо знают, и мы можем в молитвах обратиться к ним. Они еще мало того, что нас хорошо знают, они еще и всемогущие. Это, конечно, зависит от их воли. Какое-то из наших прошений они могут выполнить, какое-то решат не выполнять, это их воля и так далее. Но мы переходим к ним и из этого настроения еще раз слуга-слуги это означает чем могу послужить вам, потому что вы мои господа. Шри-шри Нитайчандра Гаура-сундра. Вот. И Даршан. То есть явились перед ними. Иногда духовного учителя сравнивают с врачом. Да? Что он нас лечит при помощи лекарства одного. Какое лекарство-то? Харе-кришна, Харе-кришна, Кришна, Кришна, Харе-кришна. Харе-рама, Харе-рама, Рама, Рама, Харе-кришна. И мы приходим, то есть духовный учитель приезжает, и мы приходим на его Даршан, и он спрашивает у нас, все ли у нас хорошо, повторяем ли мы круги, я надеюсь, что у вас все хорошо, и так далее. То есть он отслеживает наше духовное состояние, он поглядывает за нами, и местным преданным тоже делегировано в принципе поглядывать за тем, что с нами происходит, и точно так же и Господь, Он может оценить наше состояние, точно так же как врач может оценить наше хребу, может оценить наше состояние здоровья, да, медосмотр называется, медицинское обследование, но медицинское обследование требует времени, требует специальной аппаратуры, А тут просто Господь посмотрит, и все, и все ясно. Потому что Он все знает, Он параматм, Он сверхдуша. И это важно являться светлые очи божеств с определенной регулярностью, и тем самым мы показываем божествам, что они нам не безразличны. Если они нам не безразличны, то и мы тоже будем Господу очень даже не безразличны в какой-то момент, когда заслужен их благосклонный взор, взгляд. Как предаемся, то и получаем. Такой результат. Даршан — это важно. И мы, значит, открывается алтарь, и мы смотрим на божеств, и здесь описывается, что эта медитация должна начинаться с лотосных стоп Господа, и потом мы постепенно переводим взор на его улыбающееся лицо. То есть этикет таков, бхакти-садачар таков, что мы не смотрим на его лицо сразу, а мы смотрим, выражая тем самым это смирение, смотрим снизу вверх, постепенно переводя свой взор. Причем здесь рекомендуется, это цитата из второй песни Багаватам, вот можете тоже записать, 2-2-13, 2-2-13, шепе 2-2-13, очень интересный текст. Здесь рекомендуется, что, в принципе, очень даже хорошо каждую часть тела, когда мы переводим взор снизу вверх, медитировать на них, на эти части, да, ну как, ну глазами, как глазами и сознанием обыкновенно, обыкновенно, вот. И постепенно переводите этот взгляд все выше и выше. И Шрива Пропады пишет в этом комментарии к тексту 2-2-13, чем больше ум сосредоточивается на различных частях тела Господа, тем сильнее очищается разум. То есть, это интересный момент. То, что мы через глаза воспринимаем, это воздействует на наш разум, на тонкое тело разума. Достаточно чего-нибудь не того насмотреться или наслушаться, это конкретно влияет на сознание, причем не только на ум, приводя его в беспокойство, но и на разум. И тогда человек на уровне именно разума, на уровне рассудка, на уровне суждений может, ну конкретно повреждаться человек, если чего-нибудь не того будет насматриваться систематически, понимаете, да? То есть, поэтому полезно, полезно посещать храм, приходите в храм, смотрите на божеств. Также можно получать Даршины разных божеств из разных стран, из разных храмов по интернету, Майпур, Вриндаван, что угодно, пожалуйста. И то Господь, и это Господь, разные божества, смотрим на них, очищаем разум. Очищаем разум означает, получаем возможность еще лучше понять, о чем мы тут занимаемся, и зачем все это надо. Вот, полезно, да, Матаджи? Микрофон берите и... Дайте Матаджи микрофон, берите микрофон и задавайте свой вопрос. Вот Даршин, это же, когда божества смотрят на нас, правильно? Да, конечно. Ну как же, да, через интернет божества будут смотреть на нас? Вы думаете, что Господа что-то может ограничить? Нет, нет, что не может ограничить. Я тоже, что не согласна, но в артею в игре, вот в книге написано, что это вроде как не Даршин. А что же это? Я тоже не знаю. Господь в араматме, в сердце каждого живого существа, в каждом атоме. То есть, Он прекрасно знает, что вы сейчас на Него смотрите. Да. Ну и все, понимаете? Не надо на этом зацепляться, да? Не, ну, конечно, поехать куда-нибудь во Вриндаванную Мэйпу и увидеть непосредственно своими глазами, а не через экран, конечно, лучше. Конечно, лучше. Конечно, лучше. Но мы же не можем вот так каждый день туда кататься. Поэтому, вот, возможности такие есть. То есть, это работает? Это работает. Попробуйте и почувствуйте результат. Обязательно попробуйте. Идем дальше. Так, Даршин следует начинать, когда мы стоим лицом к Божеству, переводя взгляд постепенно из левого угла... Ага, из левого угла с Божества на Божество в правый угол. Ха-ха, поняли, нет? Да. Из левого угла с Божества на Божество в правый угол. А угол два. Верси. Интересно, что это значит? Из левого угла с Божества, левый угол Божества на Божество в правый угол. А, ну это понятно. То есть, это означает, что сначала мы смотрим на Божество, которое с левой стороны, то есть на Нитянанду в нашем случае. Мы на него медитируем вот так вот снизу вверх. А потом переводим взгляд на Божество, которое справа, и тоже его вот так вот снизу вверх. Вот что это значит. А не так, что, например, вот на Нитянанде, чтобы Махатрабулу, потом выше поднимаемся, не так. Вот здесь, знаешь, забраться, я так вот так делаю, тын-тын. Тын-тын? Да. А мы действительно сначала одно тоже строим и подняли. Каким-то кое-каким. Ну вот здесь написано, что сначала одно, потом другое. Поэтому вот смотрите, то, что вы делаете, по крайней мере, вы не сразу в лицо смотрите, а начинаете со стоп. Это уже правильно. Вы можете на своем практическом опыте проверить и различия уловить, разницу уловить. И вот здесь вот такая рекомендация дается. Так, сразу, чего мне теперь... Поэтому попробуйте и, может, даже почувствуете, что это реально как-то вот, ну, отличается. А как с Панчататвой? С Панчататвой в том порядке, в котором мы их перечисляем в Панчататве-Махаманты. Джая, Шри Кришна Чайтанья, Прабуни-Тиананда, Шри Адвайта, Гададхара, Шри Вас, Адигаура Бхакта-Бринда. В этом порядке. То есть это уже не левый прорубок? Тогда уже немножко по-другому. Тогда, конечно, задача немножко усложняется, потому что нужно знать, как кого зовут. А с Радом Адовой, наверное, во время рождения еще, короче. В смысле? Ну, там же еще и группы. А, ну, да, это, конечно, задачка. Харе Кришна. Ладно, идем дальше. Каким образом соблюдается разделение полов в храмовой комнате? Ну, тут имеется в виду не вот эти, не настил, не вот эти полы, а люди, которые, ну, вы поняли. Для чего соблюдается разделение полов в храмовой комнате? Поскольку увлечение к противоположному полу является самой сильной привязанностью для всех обусловленных душ, в алтарной соблюдается это разделение, чтобы наше внимание, как можно, меньше отвлекалось от божеств. То есть это главная задача, вот для этого. То есть не то, что мы друг от друга шарахаемся, не в этом идея друг от друга шарахаться, а в том идее, чтобы привлекаться, в первую очередь, алтарем, а не друг другом. Вот. Вот. Поэтому во время служб мужчины и женщины занимают разные половины алтарной. Это делается как знак уважения как к божествам, так и представителям противоположного пола. Кришна не проводит различий между мужчинами и женщинами. Так. И поэтому, если алтарная позволяет, то следует избегать ситуации, когда мужчина находится перед алтарем, а женщина позади. То есть деление храмовой комнаты, вот допустим, вот такую линию, вот тут вот, допустим, вот одна половина, вот другая. И те, соответственно, эти оказались в дискриминации. У них дискриминация. Они видят с расстояния божеств. Это, конечно, неправильно. Ну, то есть не то, что неправильно, но нехорошо это. Нехорошо. Представители обоих полов имеют одинаковое право лицезреть божества, а не спины и затылки людей, других людей. Вот. Значит, как нельзя сидеть перед божествами? Тут опишется. Нельзя показывать стопы божествам или вытягивать ноги по направлению к божествам, к гуру, к туго-седеве и так далее. Стопы всегда должны быть закрыты. Закрыты. Один момент. Другой момент. Насколько это возможно, следует стараться не сидеть спиной к божествам или к висасане. Спиной к божествам. Можно под углом. Это уже другая история. Можно под углом. Под углом. Это уже не означает спиной. Под углом это уже другая история. И вот иногда планировка храма может ограничивать нас в следовании этому принципу. Ну, сейчас уже как-то учитывают. Когда строят, например, новые храмы, конечно же, это все учитывают. Это имеется в виду ситуация, когда просто какое-то помещение досталось, которое сложно адаптировать под наши нужды. Не следует вытягивать ноги перед божествами. Не следует сидеть перед божествами, обхватив лодыжки, локти, колени. Ну, вот Ишаматинану на крову, он уточняет, что одно колено обхватить можно, или один локоть, или одну лодыжку, а две нет. Вот. И также не следует спать, сидя перед божествами. Вот. Не следует спать, сидя перед божествами. О чем можно, о чем нельзя говорить перед божествами. Вот тут вот у нас разные варианты. Владимир, бери, пожалуйста, микрофон и читай. Сейчас Владимир прочитает, и потом ваш вопрос. У нас очень-очень мало времени, нам надо немножко ускориться. С божествами нельзя громко разговаривать, ссориться, отчитывать кого-либо, поговорить с другим группами, воспалять кого-либо другого, произносить бранные слова, критиковать полупаков, наниматься под жалкой. Да, вести мирские разговоры. И лагать. И лагать перед божеством. Он же знает и так все. Чего перед ним лагать? Он все знает. Он знает, когда, кто соврал. Думаете, что может быть такое, что в какой-то ситуации, когда Господь не догадался о том, что в его присутствии кто-то сказал неправду, он всегда все эти ситуации знает, всегда одной. Вот, если это было такое, где-то с кем-то, он все это знает, Господь. Ай-яй-яй, он все знает. Да. Он все знает и все помнит, но при этом он добрый. Вот, это хорошо. Перед божествами можно разговаривать с гостями и преданными, если это помогает развитию их сознания Кришны или помогает в проповеди. Но все мирские разговоры должны происходить вне храма. Вот. Так, поклоны при входе в храмовую комнату. Сначала поклоны Ваишнавам, вот с этой мантры, которую вы знаете. Ванча Калпатарубя, с чай и так далее. Так, поклоны Шриле-Прупаде и поклоны божествам приносятся так, чтобы они находились, божества или Шриле-Прупады находились слева от нас. То есть, левым ухом. Левым ухом. Вот левое ухо. Видите? Ухо. Вот он. Вот. То есть, это означает вот так. Сначала Шриле-Прупаде вот этой стороной, где левое ухо. Потом таким же образом божествам. А вот если, допустим, поклон живому гуру, да, который не мурти, а живой, тогда нужно правым. Это можете записать себе в свои. Ну, это традиция. У меня нету объяснения пока на данный момент. Может быть, я найду какие-то источники. Но пока что просто вот оно вот так. Божество, левое ухо, да? Левое ухо — это божество, и это Шриле-Прупаде. И правая, правый бок или правая сторона, или правое ухо — это живому духовному учителю. Я пока не знаю почему. Вот оно просто так. Есть. И, вероятно, в этом есть какой-то глубинный эзотерический смысл. Но мне он пока не ведом. И полубогам, да? Что полубогам? Правые. Правый полубогам. А где они? Ну, бывают в среди местах, когда там Господь ученировал. А, да там объяснят. Мы же там путешествуем не одни, а в сопровождении. Там скажет гид, как кланяться. Сейчас посмотрим, есть тут у меня. А на полубогу, да, у Бога. А на полубогу духовному учителя еще кому-то. И все. Ну, по моим сведениям, по крайней мере. Тут у меня нет про полубогов ничего. А, Бога? Ну, это уже такая, знаете, деталь. Вот. Что означает предписание не приносить поклоны на одну руку? Не следует кланяться на одну руку. Обе руки должны поддерживать тело во время поклона. И обе руки должны быть вытянуты. И опять же, это медитация на то, что мы касаемся лотосных стоп Шрилы Пруппады, или духовного учителя, или божеств. И просим их о милости. То есть, если мы не особо имеем возможности коснуться их стоп физически, то, по крайней мере, никто нам не запретит это делать медитативно. В этом смысл поклоны с пранама мантры. Вот такая медитация и пранама мантра, которая имеет определенный перевод. Что я приношу поклоны такой-то и такой-то личности. Первая часть пранама мантры. И вторая, которая обладает такими-то и такими-то качествами. Например, как вот в пранама мантре Шриле Пруппаде, который избавляет страны Запада от философии имперсонализма и философии пустоты. То есть, вот она осознанность, вот она преданность, осознанность, эти лотосные стопы. И вот эта медитация в пранама мантре, кому я кланяюсь, какие у него качества. И это соединяет нас через эту медитацию с этой личностью. И не только с ныне живущей, точнее не то, что ныне живущей, присутствующей на планете. Это может быть и Шриле Пруппаде, это может быть Бхакти Нодута Кур, Бхакти Сиданта Сарасвати, Джаганадхадас Бабаджи и так далее. Есть пранама мантры, они приводятся в нашем песеннике. И мы отмечаем в нашем календаре дни явлений и ухода этих святых. И мы можем любому из них, независимо от того, что мы не знакомы даже с ними, мы можем им приносить поклоны и тоже просить их, чтобы они нам помогали. Вообще не проблема. Микрофон. Микрофон. Сначала вы возьмете микрофон, а потом зададите вопрос, потому что нам надо записать этот вопрос. При поклоне женщины тоже, женщинам вытягивать руки. Я вижу, что мужчины вытягивают, а женщины как-то не все. Как это надо? Надо вытягивать руки при поклоне? Не запрещено. Главное, чтобы это не был дандават. Это не аутентично. Дандаваты приносят только прабу, а матаджи приносят, то есть прабу могут принести панчават, то есть вот этот вот поклон, который не дандават, который не полностью лёжа. То есть они могут принести дандават, они могут принести этот поклон. Шрива Пропада так учил, а матаджи дандават не приносят. Вот. А руки, пожалуйста, конечно, вытягивайте, если хотите, чего уж там. Этого... От локти можно натянуть, можно полностью натянуть. С руки ниже вы натянуть, да? Да. 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 То есть, в ладошке должны касаться? Да, конечно. Поэтому есть такое правило, оно рассматривается в нектаре преданности, что когда мы приносим поклоны, то в этих руках ничего не должно быть. Там мешок с четками, еще что-то. Потому что, ну, вот они ноги еще тут четкие зачем-то, зачем они нужны. Вот. Да? То есть, на одну руку проблематично... Микрофон. Получается, на одну руку, когда человек клоняется, проблематично медитировать настолько, что ты кого-то там касаешься, а во второй руке что-то делать? Это не вопрос того, проблематично или нет, просто они не нужны. Они не нужны, да. Они не нужны четкие в этот момент. Они в этот момент не нужны. Харе Кришна. И, наконец, последний пункт перед обедом. В какой последовательность необходимо предлагать атрибуты поклонения после того, как они предложены божествам, и чего следует избегать при предложении лампы цветка воды вайшнавам? То есть, имеется в виду вот этот вот цветильник, да? Имеется в виду вода и цветы, вот эта вот раздача этого всего. И это все предлагается как просад, как милость Господа, собравшимся преданным гостям, и предлагается в порядке старшинства. Вот тут вот перечислен возможный порядок. Микрофон берите, можно, давайте, конечно, можно. Ну просто вот... Давайте. Вот, Линдавы, там же народу много, и вот поклоны надо делать, и это... И многие кланяются так, вот я и думаю, что мешочек на спину перекидывали. Да. Ну вот так, ну вот, куда его, куда не денешь? Ну вот человек не предусмотрел, куда деть мешочек. А бывают парикрамки, такие сумки, туда можно мешок положить перед тем, как принести поклон. А сумку куда? А сумка на плече, и она не мешает приносить поклон. Пожалуйста. Спасибо, Матаджа, очень хороший вопрос. Так, значит, порядок предложения этих, этого просада Шрива Крупада сначала, потом Саньяси, потом Президент Храма, потом другие старшие преданные, потом почетные гости, потом остальные Вайшнавы и гости. Такой тут у нас порядок прописан. И разносить просад должен квалифицированный преданный, то есть тут нужна квалификация тоже это сделать. То есть не просто, допустим, ткнуть цветком в человека, это же тут везде нужно. Или, допустим, раздать воду не так, что прямо он весь мокрый потом будет стоять. Да. Помню в год, помню, сейчас одну секунду, помню в год своего присоединения в Искон я... Нет, ну, то есть я когда раздавал воду, я неаккуратно полил одного Вайшнава. А Вайшнава зовут его «Милость читания Чандра Чарантрабу». И он такой говорит, это была встреча учеников, он еще такой говорит, ой, а я весь мокрый. А ученики такие говорят, это милость, это милость. Вот, да. Просто некому было воду раздать, поэтому я это сделал. А так получилось. А так бы, конечно, кто-нибудь поопытнее бы это сделал, да? То есть как правильно, вот цветок, я слышала то, что просто давать нюхать. А еще, типа, некоторые, в лоб тебе. В лоб прямо дышать. Ну, прямо, да, раз, и в лоб тыкать. Прямо тыкать, это как? В лоб, это означает... Хорошо звучит в лоб, да? Да, прямо в третий глаз. Это означает, когда мы перекладываем к лбу какие-то предметы священные, мы об этом сегодня говорили, это означает, мы выражаем им почтение, то есть можно приложить к лбу Багавадгиту, например. Можно приложить к лбу мешок с четками. Допустим, прочитал джапу, после этого приложил мешок почтения четком. «Спасибо». Вот то же самое. Но вообще, по-хорошему, так вот, логично, если мы хотим приложить к лбу цветок, то его сначала надо прилагать к лбу, а потом уже нюхать. А не так, что понюхал, а потом приложил к лбу. А что ты должны ткнуть? Это ты поклон делаешь. Вот, это вопрос опыта, вопрос опыта того, кто раздает. И этот опыт есть не у всех. И вот эта чувствительность к другим людям, она тоже у разных людей разная природа. Поэтому мы имеем дело с тем, с чем мы имеем дело. Харе Кришна. Ну, просто держать около человека, около его лица, чтобы он сам мог немножко, чуть-чуть наклониться на пару сантиметров, и как ему удобно сам понюхать или там колбу его к своему, ну, то есть свой лоб к нему приложить, к цветку. Вот. Это вопрос, опять же, сатвагуны. То есть в какой гуне находимся. А мы, это, мы обсуждаем. А это же не надо переговариваться. Не надо переговариваться. Не надо. Но я понимаю. Так вы попросите меня объяснить. Я же объясню тоже. Это же тоже можно так делать. И правильно так с цветком. То, что не надо тыкать. И когда мы прием, что-то не надо тыкать. А подносить цветок. И человек сам должен. Да, да, да. Человек должен сам. Да, прямо пым. Бум, 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 бум. Ну, как печать, там, документ, да? Пык так. Вот. Но это, как бы, это гуна определенная. Мы после перерыва, перерыва поговорим про развитие благостных привычек. Кстати говоря, они были обещаны у нас по программе. Если вы читали объявление, Роман Андерай Прабу составлял, он обещал всем вам благостные привычки. И мы попробуем эту тему тоже обсудить. Вот. То есть наша способность выполнять служение, то или иное. Качество выполнения очень сильно зависит от того, какое сознание и какие гуны. Вот. И это можно регулировать. И мы будем об этом говорить сегодня тоже. Да, серьезно? Ну, так, ну-ка. Следует понюхать, если он у вас в руках, можно прикоснуться к нему. Ну, да, тут написано, но тут не написано, в какой последовательности. Тут не указано на последовательность. Тут написано, что можно это сделать и это сделать. Вот. Вот. Когда разбрызгивают предложенную воду, следует снять головной убор. Интересно. Для мужчин. Я такого никогда не слышал. Ну, ладно. Так, цветок следует предлагать аккуратно. Ну, вот это то, о чем мы сейчас говорили, поднося его так, что преданный смог слегка наклонить голову, понюхать его. Если вы видите, что преданный хочет затем прикоснуться к цветку лобом, то вам следует поднять цветок так, чтобы ему было это удобно сделать. То есть это как бы навык чувствовать людей, как им будет это удобно. Вот и все. А? Да, 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 личностное отношение. Совершенно верно. Да. Ну, вот тут проиграющих на музыкальных инструментах. У них руки заняты, поэтому мы очень так тоже помогаем им. Аккуратно все делаем. Вода. Окропить голову. Не нужно устраивать душ. Здесь написано. Нужно устраивать душ. Вот. Так, ну и все. Весь материал закончился на этом. Наш дообеденный. И, конечно, есть такая традиция очень интересная, когда для того, чтобы пролить милость в виде этой освященной воды на человека, человек намеренно заходит сзади. Да? Заметили, да? По-разному бывает. Но есть такая штука, то есть как бы сзади. Это имеет определенную историческую подоплеку. Жил был один Саньяси, ученик Шрилы Привупады. Возможно, это был Тамал Кришна Махараджа. Но так или иначе, это был Саньяси, который носил очки. И когда его поливали водой спереди, то ему было уже сложно в этих очках увидеть, что происходит. Поэтому он дал такое наставление. Ну, в своей зоне это был период зональных очарьев, так называемых. На своей территории, где он отвечал за развитие искон, дал наставление, чтобы его поливали сзади. И как-то так исторически сложилось, что это распространилось везде. Поэтому, если вдруг вы чувствуете, что кто-то к вам начал сзади подходить, вы не напрягайтесь, потому что это все к добру, это к лучшему. То есть, это будет просто милость сейчас, а не то, что там он что-то против вас замыслил. То есть, это иногда вызывает некоторое тоже напряжение, когда кто-то начинает сзади заходить за чем-то. Вот, а это вот имеет такую... Может быть, это был Тамал Кришна Махарадж, может кто-то другой. Но это был некий, ну, Саньяси, некое лицо статусное у нас в исконе, которое носило очки. И вот сталкивалось со сложностями, когда его поливали спереди. Микрофон. Микрофон. Вовремя того, как водичку разносят, некоторые преданы просят налить в руку. Да. Для чего это делается и вообще как правильно? Может, чтобы что-то очень было приятно? Это про воду, которая Божеством предлагается или про Черенавриту? Которую опрыскивают. А, ну, это означает, они воспринимают ее реально как святую и как Черенавриту хотят употребить. Вот, это же тоже от Божеств, тоже освященная вода. Вот, а вопрос в чем? Ну, то есть, нормально это или не нормально? И как правильно? Это не греха, это не аппаратха, а? Можно пить, да? И попросить, чтобы на ней не выйти. Можно, вот, можно, да. Мне просто сказали. Микрофон, микрофон. А вы похожи, вы знаете об этом, да, что вы похожи? Мне говорили, мне говорили. Вам говорили, да? Вы реально сестры? Нет. Потому что мне говорили, вот когда так делали, да, что мы это отвлекаем, то есть идет арати. Да. И вот каждый будет руку протягивать, ему наливать, пить, это отвлечение, звать, прочее. Что просто от пристали, а пить будет маха вода. Это все вылезает маха воду, и потом можно налить, попить маха. Да, тоже разумно. Да. Тоже разумно. То есть, ну, просто какие-то личности чувствуют свою преданность Божествам, хотят ее проявить в виде употребления воды внутрь. И, ну, да, то есть, если нас просят те старшие, которые нашу парикраму, или, как это называется, паломничество ведут, если они просят нас, как бы, вот по-другому, то по-другому, да, нормально. Но вот это, оно не греха, не аппаратка, пить воду от Божеств. Другое дело, что мы, если это в Индии, то там вода всякая бывает. Ну, как бы, то есть, она, конечно, святая, освященная, но в то же время, она может быть, ну, разного качества. И поэтому, как бы, тут по-всякому, всякий может быть результат. Разное воздействие на, допустим, на пищеварение тоже. Вот, Харе Кришна, желаем вам всем хорошего пищеварения. Сейчас у нас будет обед. Харе Кришна, Шрива Крупадхиджай. Хорошо.